Здравствуйте, друзья! Канал «Диванная формула» продолжает рассказывать о картинговых событиях Санкт-Петербурга, и сегодня мы переносимся с вами в картинг-клуб Монце-картинг, где в начале прошлой недели состоялся первый этап нового чемпионата МКС – Монце-картинг-серии. Данный чемпионат также является любительским и полупрофессиональным, принять участие в котором может любой желающий. В чемпионате планируется пять этапов, каждый из которых пройдет по новой конфигурации картодрома. На каждом этапе участникам придется преодолеть 100 кругов дистанции с двумя обязательными сменами карта, то есть пидстопами. А в окончании чемпионата гонщиков ждет гранд-финал, дистанция которого составит аж 200 кругов. Зачет в чемпионате ведется в двух категориях – новички и профессионалы. Перед началом каждого этапа предполагаемый участник должен пройти квалификацию, по результатам которой и формируются группы с примерно равными по силам составами участников. В гонке же перед стартом каждый участник проходит обязательную процедуру взвешивания, а старт дается с учетом весового гандикапа, то есть более тяжелый пилот стартует с преимуществом от остальных в зависимости от веса. Грамотно рассчитанный весовой гандикап Павлом Кузьминовым помогает сделать гонки более зрелищным и вести борьбу за позиции на последних кругах дистанции, когда более легкие и быстрые пилоты все-таки настигают своих более тяжелых соперников. Для участия в первом этапе сформировалось три группы. Впрочем, давайте обо всем по порядку. В группе С не было равных Илье Васильеву по весовому гандикапу. Пилот чуть ли не на полтора круга стартовал впереди всех своих соперников, но более опытный и значительно более быстрый Андрей Большаков отыгрывал порой по секунде на округе и в конечном итоге после второй смены примерно на 70-м круге смог обойти соперника за первую позицию и довести ее до финиша. На протяжении всей гонки довольно плотная борьба велась в середине пелетона и меньше всех, к сожалению, повезло Вячеславу Старостину. Он сделал лишнюю смену, хотя претендовал на топ-5 в своей группе. Яркая борьба развернулась за третью позицию. Илья Васильев всю гонку старался не дать соперникам отыграть гандикап, а Александр Назаров догнал Илью под конец гонки и пытался обойти, но кругов на борьбу оставалось слишком мало. На последнем круге Александр буквально упирается в задний бампер карты Ильи, который, в свою очередь, проводил очень грамотную защиту и смог сохранить вторую позицию на финише. Соперников разделили буквально десятые доли секунды, а в непосредственной близости к пилотам держался и Ивин Данн. И в случае, если бы на трассе что-то пошло не так, в случае аварии, например, легко мог бы переместиться с четвертого места сразу на второе. Результаты первого этапа для группы С на ваших экранах. Лучший круг остался за Андреем Большаковым. Группы А и Б объединили несколько факторов. Это очень сильный состав участников, а также спортивные драмы, которые развернулись на финише этих гонок. Гонка в группе Б проходила в очень плотной борьбе, а в середине пелетона уже на первых кругах развязались настоящие баталии. Впрочем, опытные пилоты знают, что в длинных эндуранс-гонках любая борьба, даже если она не запрещена, ведет к потере времени и значительно ухудшает итоговый результат. Но, тем не менее, горячая кровь пилотов не позволила им спокойно пропускать друг друга на первых кругах, и поэтому порой контакты были на грани фола. Особо жесткая битва велась между Юрием Фаером, Андреем Большенковым, Сергеем Романовым и Сергеем Быковым. А в лидерах же не было равных Борису Гуданову. Благодаря весовому гандикапу и хорошей скорости Борис провел аккуратную точную гонку и закончил ее на первой позиции. Вторая позиция же осталась за Александром Мироненко. Да, даже когда тебе за 60, ты еще можешь погонять всю эту школоту по трассе. Что же про гоночную драму? Замкнуть подиум не удалось Никите Анохину. Пилот очень хорошо проводил гонку, но то ли он, то ли его менеджеры допустили ошибку, и в итоге пилот не вовремя заезжает на пидстоп для смены карта. Переситый штраф в несколько секунд перевели пилота на четвертую позицию, а третье место занял Андрей Виноградов. Итоговые результаты гонки на ваших экранах лучший круг, так же, как и в группе С, оставил за собой лидер. В этот раз это был Борис Гуданов. Но, пожалуй, самая драматичная гонка состоялась именно в группе А. И, совершив ни одной ошибки, Иван Аверченко уверенно завоевал победу на этапе. Вообще, надо сказать, что эта неделя проходила именно под флагом Ивана. Он, кажется, выиграл все возможные картинговые соревнования, которые проводились на этой неделе в Санкт-Петербурге. На втором месте финишировал Кирилл Зиновьев. А вот за третью позицию велась нешуточная борьба. Стас Новиков пытался удержать полученный еще на старте весовой гандикап, чтобы довести его до итогового подиума в гонке. Олег Жолобов же догнал Стаса на самых последних кругах и предпринял несколько попыток атак. Но, к сожалению, в последней из них он совсем немножечко ошибается и цепляет заднюю часть карта Стаса Новикова, заставив этим того ошибиться. Случилось это в шпильке при заезде на мост. Судьи очень долго разбирали этот эпизод, в том числе с различных камер. И если на камерах видеонаблюдения, установленных на картодроме, маневр казался чистым, то, к сожалению, с анборд камеры, установленной на голове Олега, было видно, что все же небольшое касание было. И вот этот красивый обгонный маневр, к сожалению, все же оказывается с контактом. Как итог, Олег получает штраф, а Стас Новиков сохраняет третью позицию. Ровно в середине финиширует Александр Голборых, в очередной раз доказав, что тяжелые пилоты могут бороться на вершине картинговых турниров. Зрелищную и порой очень жесткую борьбу на протяжении всей гонки вели между собой Валерий Петровский и Александр Молодой. Впрочем, к счастью, штрафов никто за это не получил. А вот Андрею Зиновьеву и Анвару Османову не очень повезло с картами на сменах. Темп не задался, и в конечном итоге пилоты замкнули финишный протокол группы. Впрочем, это тоже не самый плохой результат, либо группа очень быстрая и обладающая самым сильным составом пилотов. Результаты группы А на ваших экранах, и как вы видите, даже тут лучший круг установил лидер гонки. Здесь им стал Иван Оверченко. Вот так проходил этот первый клубный чемпионат для картинг-клуба Монце Картинг. Все только начинается, впереди еще несколько этапов, и в том числе каждый из вас может попытать счастья и квалифицироваться, чтобы принять участие в настоящих гонках на этой великолепной двухуровневой трассе в Санкт-Петербурге. У меня же на этом все, я говорю вам до свидания, и на всякий случай напоминаю. Помните, автоспорт намного ближе, чем вы думаете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова